Жуткий финал истории о новоберилюзском хатике. Так местные прозвали бродячую собаку, которая после долгих мытарств наконец-то обрела дом. Так вот, новый хозяин ее убил с нечеловеческой жестокостью. Накануне суд вынес ему приговор. Подробности расправы ужасают. Сначала мужчина напился, схватил нож и стал бросаться на жену. Чудом женщине удалось сбежать, а дебошир решил выместить злость на старом псе. Он несколько раз ударил его ломом, прижег пасть сигаретой, а затем нанес еще несколько сокрушительных ударов. Добить несчастное животное попросил соседа. И после того, как тот пристрелил из терзаного пса, выбросил тело на выезде из поселка. Труп нашли местные. Они обратились к зоозащитникам и в полицию. Свою вину мужчина признал частично. Он уверяет, что ему пришлось защищаться от агрессивной собаки. Однако материалы дела этого не подтвердили. За угрозу убийством жене и жестокое обращение с животным мужчина получил 3 года, 1 месяц условно. Имеет семью, детей несовершеннолетних. По одному эпизоду он признал себя виновным. В совершении преступления раскаялся. И с учетом этого полагаем, что он заслуживает условное осуждение. Погибшего пса знал практически весь район. О нем рассказывал наш телеканал. Год назад собаку предал прежний хозяин и бросил умирать на краю дороги. Больше месяца животное не давалось в чужие руки, но позже пёс обрал новый дом в соседнем районе и получил имя Тихон. Он быстро освоился и, как тогда рассказывал его хозяин, стал лучшим другом для детей. В этой семье четвероногий прожил чуть больше года. Зоозащитники уверены, за жестокую расправу мужчина заслуживает реального срока. Но считают, что и это наказание будет уроком для других. Не просто пальцем погрозили, а человеку реально назначили срок. Приговором суда по этому делу. То есть люди, я так думаю, начнут задумываться, что все-таки братья наши меньшие животные, они так же чувствуют боль, они так же все абсолютно понимают. То есть за это сейчас есть реальное наказание.